Добрый день, дорогие друзья! Всем добрый день! Значит, сегодня я был в полете в это время, возвращался из города Краков. Краков, как Харьков звучит, да? Из города Краков, из Польши возвращался я, и поэтому был в самолете, не мог провести урок. Но надеюсь, что кто-то, может быть, его сейчас увидит в Facebook, пошлет, а кто-то посмотрит его в записи. В общем, сегодня мы заканчиваем недельную главу. Вайшлах и, значит, как обычно, Рэбе делится с нами очень «Обретение неба на земле». Такая есть книжка «365. Размышления Рэбе» очень глубокими мыслями. Ну, одна из мыслей, которая здесь приводится, что, когда ты пытаешься размышлять о Всевышнем, то ты в какой-то момент, ну, то есть ты размышляешь о его проявлении, о том, что другие говорят про Всевышнего, о том, а как же это все-таки, что вот есть Всевышний, который вне времени, вне пространства. И он говорит такую вещь, что интеллект – последняя граница божественности. Значит, и ты интеллектом в какой-то момент сказано… Ты вот в какой-то момент ты поднимаешься, и ты же понимаешь, что все, что говорят о Боге, Бог Божественное, Всевышний, Всесильный – это все слова, это все какие-то слова. А он-то сам, его никак невозможно описать. И когда ты это понимаешь, он говорит Рэбе, да, то разум должен стремиться к тому, чтобы понять все, что он способен понять, и еще настойчиво пытаться познать то, чего познать не может. То есть тут такая схема, да, то есть ты понимаешь, что ты Всевышнего познать не можешь. Ты можешь познать только его проявления, только размышления о нем, только мнения о нем, только… И ты карабкаешься туда, карабкаешься, карабкаешься, и ты понимаешь, что куда бы ты ни карабкался, все равно ты до Всевышнего не дотянешься своей мыслью, то есть ты его зацепить не можешь. Но ты само напряжение, само направление, само намерение постигнуть и понять Всевышнего, оно меняет человека, меняет жизнь и готовит его к тому, что Божественный Свет в него проникает, и ты его не осознаешь мыслью, но он в тебе. Вот это очень важная такая вещь, которую, как я понял, Рэбе хотел сказать, хотя, опять же, это все… Когда начинаешь говорить о таких тонких вещах, то тут сложно сказать, что он именно это имел в виду. Хорошо, теперь дальше. Недельная глава наша как раз заканчивается в Айшлах, значит, что Яаков избежал всех опасностей, да, и от Лавана он ушел, и от Исава он ушел, и, значит, Шхема не вырезали, и от жителей Шхема он ушел. То есть мы видим, что путь Яакова домой был сопряжен с огромным количеством испытаний, опасностей, таких стычек, и постоянная… Постоянная… Вот представьте ситуацию, да? Тут он заходит… Нет, тут он уходит вначале, за ним гонит Салаван со своими там бандитами. Тут он приходит в Эра Цестраэль, в землю Израиля, на него идет его брат Исава, с ним 400 воинов. Только он от Исава ушел, приходит в город Шхем, ему сообщают, дочку украли, значит, взяли в заложники, и сейчас хотят, мало того, хотят на ней жениться. И тут он сидит, думает, ну и что делать? Тут приходят два сына такие, с мечами окровавленными, говорят, папа, мы все порешали, мы вырезали Шхем. Он такой, как вырезали Шхем? Они говорят, а как, что, вот так нашу сестру, что ли, может любой обидеть? Он говорит, так они же сейчас все окрестные города соберутся на нас. Мы пришли, маленькая семья, которая жила там в 30 лет в Междуречье, вообще никто нас не знает, а эти тут дикари, они тут все время. То есть у него такая конкретная сложная жизнь. И вот, но ему все время к нему приходит Всевышний. Вот во все сложные моменты к нему приходит Всевышний, вот эта вот связь со Всевышним, она ему открывается, и начинается наш сегодняшний отрывок с того, что говорит ему Всевышний. «И эту землю, которую дал я Аврааму и Цхаку, тебе я ее дам теперь», он говорит, «и твоему потомству после тебя дам эту землю». Значит, Всевышний с ним разговаривает, как он шел туда, он увидел лестницу в небо, вернулся обратно, он слышит голос Всевышнего. Нам сложно понять, как, как это происходит. Ну, мне, например, сложно, я не могу понять, как он слышал голос Всевышнего. Каким образом, вот, то есть у человека в голове есть мысли, у человека он видит картинки. Но как к нему обращался именно Всевышний, как Всевышний обращается к пророкам? Это может понять только пророк, только пророк. Теперь вот интересно, есть люди, которых называют сумасшедшие, да, которые, они ненормальные. Ну, у них там есть различные психические расстройства. Шизофрения, паранойя, там, неврозы, психозы, там, и так далее. Биполярные расстройства. И у них происходит искажение реальности. С точки зрения нормальных людей у них происходит искажение реальности. Теперь, или возьмем таких людей, как, например, Махатма Ганди, да, который сказал, что вот, я адвокат в Лондоне, но мне что-то не сидит с адвокатом, я пойду освобождать Индию и бескровным путем. То есть вот у него приходит такая идея. Вот как к людям приходят эти идеи, которые другие люди же не слышат эти идеи? И как отличить идея, которая приходит к человеку, от того, что здесь написано, Бог к нему обратился? Мы не знаем, то есть, но пророки точно знали, что это Всевышний к ним обращался. Значит, Яков услышал вот эти слова Бога. Бог его еще раз ему сказал, что я тебе отдаю землю твоему потомству. И Яков что сделал? В каждом месте, где Бог с ним разговаривал, Яков делал специальные действия, которые называются «Он поставил мацевет эвен». То есть он ставил то мизбэах, то мацева, вот тут он поставил мацевет. Он везде ставил или камни, или жертвенники, или монументы. И, значит, он на него возливал какой-то шемен, какое-то масло, специальное масло он возливал на этот жертвенник. И назвал Яков это место, в котором Бог говорил с ним, «Бейт-Эль», «Дом Бога». Значит, и называл он эти места, это были места, в которых ему открывался Всевышний. Такие святые места, как бы, можно сказать, что любая заповедь, это как место, в котором проявляется Всевышний. И получается, что Яков, так как он встречался со Всевышним в каких-то местах, и там были вот эти проявления, он делал это место, как местом, в котором потом происходила вот эта встреча со Всевышним, жертвенник или мацева, или постамент, на которых он потом приносил жертвы и общался со Всевышним. Значит, назвал это место Бейт-Элем, и дальше они пошли из Бейт-Эля, и шли они в местность, которая называлась Эфрата. Это рядом уже здесь с Иерусалимом, а его папа жил в Хевроне, да, Ицкак жил в Хевроне, и что? И начала там Яэль рожать. Его жена Рахель, которая, ради нее он женился, он, в принципе, шел за ней, он женился на ней, и он, значит, долго она была бесплодная, потом она родила сына Юсефа, и она его так и назвала, что мне добавит Бог еще одного сына, добавит к этому. И вот наступил этот долгожданный момент, в котором она рожала второго сына, и очень тяжело у нее были роды, то есть это раньше не было же врачей, обезболивающих и так далее, и она очень тяжело рожала, и было, когда было тяжело, ее роды эти шли, очень долго тяжело роды, и сказала ей, вот женщина-повитуха, которая принимала роды, не бойся, говорит, вот у тебя и это сын, то есть пришел тот сын, которого ты говорила и ждала, что мне добавит, добавит мне Бог еще одного сына, вот он пришел. И было, когда выходила ее душа, и она умирает, когда выходила ее душа, значит, и назвала она имя этому сыну, сын моих страданий, Бен-Они, сын моих страданий, а папа назвал его Бин-Ямин, звучит так же, Бен-Они, Бин-Ямин, значит, переводится Бен-Ямин, это сын правой руки, сын правой руки, то есть он не хотел его назвать сын страдания, потому что это имя, знаете, как вы яхту назовете, так она и поплывет, то есть имя человека, оно накладывает на него отпечаток, и, например, вот я сейчас читал, что у детей, у которых при родах умерла мать, это для них страшная травма потом на всю жизнь, что они как бы считают, что из-за него умерла мама, и это у них очень травмирующее переживание в детстве, да, когда еще маленький ребенок, или потом он об этом узнает, и отец не хотел, чтобы сына звали, как тебя зовут, сын страдания, а чего, у тебя мама умерла, он назвал его Бен-Ямин, сын правой руки, Бен-Ямин, значит, назвал он его Бен-Ямин, и дальше в Атамат Рахель, и умерла там Рахель, и похоронил он ее в пути Эфрата, эта местность называлась Эфрата, он же Бет-Лехем, то есть это вот как раз рядом с Иерусалимом, до сих пор есть Кевер Рахель, съездят на него молиться, вот недавно у меня сын ездил, молился, и, значит, и видите, как в Торе написано, Кворат Рахель Адаем, до сегодняшнего дня, то есть все 3330 года, когда была записана Тора, значит, она была записана, когда выходили из Едипта, но в Торе есть такие слова, что вот Рахель умерла, и до сегодняшнего дня там ее мадила, и она будет всегда отмечена, Кевер Рахель, мадила Рахеля будет всегда отмечена, почему она похоронена не в Марата Махпела, не в там, где похоронены праотцы и праматери, говорят, что это была ее воля, и потом она знала, как в пророчестве, что потом, когда будет уходить Вавилон мимо ее могилы, то будут вспоминать, как она страдала, и как потом все было хорошо, то есть она хотела поддержать сынов Израиля, которые уходили потом в Вавилон, через много лет после ее смерти, и, значит, и было, когда поселился Израиль в той земле, и пошел Рувен, написано, и он что-то сделал с кроватью Бильи, это рабыни Рахели, Пилега Шавиф, которая была наложницей его отца, которая была служанка Рахели, Биля, и, значит, и услышал Израиль, и услышал об этом Израиль, и было сыновей Якова 12, значит, тут интересно, услышал Израиль, а было сыновей Якова 12, Яков называется то Яков, то Израиль, Израиль это его высокое состояние, когда он находится в духовном мире, Яков это когда он находится в материальном мире, И есть такое известное знание в Уснаторе, что пророки получали пророчество, только находясь в состоянии радости. То есть, что божественное присутствие есть только в состоянии радости. И известно, что Якова, когда потом пропал Юсеф, на много лет оставила пророчество. Он не видел, что с Юсефом. Почему? Потому что он был в состоянии страдания. И вот здесь тоже, когда происходит какой-то стресс, у человека не то, что пророчество отказывает, у него рациональный разум отказывает. В любом стрессе у человека отказывает его рациональное мышление, и он выходит на уровень животного. Бей-беди, то есть им управляют его гормоны, то есть он просто не видит вообще реальности. Теперь это с рационального на эмоциональное инстинктивное мышление опускается человек. А если он был пророк, то для него опущением является то, что он опустился на рациональное мышление. И тут мы видим, когда произошла вот эта ситуация с Реувеном, то он был, Исраэль, стал Яковым. Что за ситуация произошла с Реувеном? Когда отец, то есть Рахель была главная жена у Якова, он из-за нее пришел под Анарам, он из-за нее хотел жениться. За нее он работал первых 7 лет, потом ему дали Лею, и он еще 7 лет отработал за Рахель. Но за Рахель, получается, да. То есть получается, что он за нее работал 14 лет. Представляете, как он такую жену ценил, за которую он 14 лет работал бесплатно. Вот найди такого сейчас мужа, который будет работать 14 лет, отдавать всю свою зарплату, вообще ни копейки не получать, и отдавать всю свою зарплату тестю своему будущему, чтобы потом жениться. Это очень он прошел такой тяжелый путь, чтобы жениться на Рахеле. И понятное дело, что то, что достается большим трудом, ценится намного больше, чем то, что достается маленьким трудом. Или вообще бесплатно. Это закон жизни. То есть человек, который долго-долго зачем-то трудился, страдал, работал, он это ценит. Он вложил туда часть своей жизни. Поэтому вот матери, которые детей там воспитывают, не спят ночами и так далее, у них любовь невероятная к детям. А отцы, которые в принципе в детей вкладывают чуть-чуть там, я не знаю, не очень много обычно отцы вкладывают в детей, да, то они больше нацелены на внешний мир. Но матери, они больше соединены с ребенком, потому что они в него очень много вкладывают. Так вот, значит, и когда умерла Рахель, то Реувен, старший сын от Леи, он думал, что папа теперь перейдет к его маме. Шатер, то есть был шатер у Леи, шатер у Рахеля, шатер у служанте Билье, шатер у служанте Зильбе. И Реувен думал, что сейчас кровать, основная кровать отца перейдет к его маме к Леи. А что сделал Яков? А он перенес к Билье, к пилейдиш, да, к служанте. И Реувен, он был такой импульсивный, он пришел, эту кровать забрал и переставил кровать к своей маме. То есть, ну, как бы, глядя на современных детей, это не такое уж большое преступление. Кровать передвинул, там, мебель подвинул. Но в то время на уровне Яков, Реувен у них все было очень, видно, структурировано, да, потому что мы видим, как они слушали папу, там, Авраама, Ицкака, Якова. То есть у них была очень в семье, такое было кибут-ап, то есть они очень отца слушались и боялись. И тут Реувен сделал такой поступок, который Тора назвала это, и он лег с Бильгой. Ну, то есть это просто, как бы, код такой. Хотя это было просто, он переставил кровать. Но нам Тора с следующим же предложением свидетельствует, что ничего там серьезного не было. Написано, и услышал Исраэль, и было сыновей у Якова двенадцать. То есть, как были они двенадцать садиков, так они двенадцать праведников и остались. И, значит, дальше идет перечисление. Сыновья Леи, Пхор, первенец, Якова, Реувен. То есть Тора нам говорит, что он как был первенец, так и остался. Шимон, Леви, Иуда, Исахар, Звулун, значит, и сыновья Рахели, Йосеф и Бениомин. И сыновья Бильи были служанки Дан и Навтоле, и сыновья Зильпы были Гад и Ашер. Это сыновья Якова, которые родились у него в Падан-Арам. То есть, чтобы получить двенадцать сыновей, ему нужно было уйти из Израиля. И я еще раз хочу вот здесь, чтобы мы обратили внимание на вот этот вот очень важный закон, который прослеживается во всей книге Берешит. Авраам, который был цадик, ему всего лишь не дает еще десять испытаний. Ицка, который был цадик, его, значит, то его папа хочет зарезать, то его выгоняют из Грара. То есть, когда человек праведный, это не значит, что у него жизнь становится легкая. Легкая жизнь, она вообще, в принципе, легкой жизни не бывает. Я не знаю ни одного человека, у которого была бы легкая жизнь. То есть, вопрос, или это те испытания, которые тебя поднимают на следующую ступеньку в твоем духовном развитии, физическом развитии, служении Всевышнему, или это те испытания, от которых ты, нелегкая жизнь, убегаешь, 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 и тебе уже тогда испытания все меньше и меньше. Потому что ленивому человеку ему уже встать с кровати испытания. То есть, он дошел до того, что для него стало уровнем его испытаний это пошевелиться, встать с кровати и так далее. То есть, и можно сказать, ну классно он живет, смотри, у него какая жизнь легкая. У него жизнь нелегкая, у него жизнь такая же тяжелая, просто он загнал себя. Как знаете, есть люди, приобретенная беспомощность. Они вот говорят, я не могу. И есть, я читал одну историю, как одна женщина, она была, лежала в кровати 20 лет. Мама за ней ухаживала, пожилая мама, потому что эта женщина, она была, ну якобы, психологически там нездорова. Теперь, потом мама умерла, она день пролежала, два пролежала, три пролежала. А на третий день встала и начала жить нормальной жизнью. Потому что она жила в неком сценарии, в истории, я не могу. Но потом, когда она видела, что уже никто за ней ухаживать не собирается, она встала и начала жить нормально. Вот, теперь вопрос в том, что у праотцов было очень много испытаний. И получается, что вот, например, Рахель умерла молодой, да? Но ее, как Яков, любил. То есть, у нее было очень большое, получается, все время относительно всех остальных большой почет. Теперь он любил ее больше всех. Она себя от этого хорошо чувствовала. Но у нее не было детей. Оп, она просила, молилась, молилась второго сына. Вымолила, выпросила у Всевышнего. Он ей дал. Но вот те ее заслуги, те, как Яков говорил, вот это очень ключевая фраза. Когда на него шел Исаф, он говорит, Я, говорит, стал маленьким от всех тех милостей, которые я получил у Всевышнего. То есть, все время нужно соблюдать вот этот баланс. Давать больше, чем получаешь. Если тебе положены какие-то страдания, то спокойно их брать на себя через труд, через работу, через спорт, через развитие, через учебу, через жизнь полной обязанностей. Нет в иудаизме такого подхода, что человек рожден для радости. То есть, вот это парадокс, тоже интересно. Человек, да, рожден для радости. Но радость это будет уже в духовном мире. В этом мире Адам, Леамаль, Юлад сказано. Человек рожден для труда. И преобразовать этот мир, вот эту вот бездушную материю, делать ее духовной, это тот труд, ради которого мы пришли в этот мир. И тот, кто им занимается, то у него будет все хорошо. И есть у нас шаббат, шаббат шалом, лейтанек бетаанудим. Для того, чтобы наслаждаться всеми наслаждениями, есть для этого день шаббат, к которому мы сейчас готовимся. Всем шаббат шалом, чтобы мы в шаббат наслаждались шаббатом и духовностью. А шесть дней работай. Шесть дней работай, и чтобы мы хорошо работали. Все, всем пока, шаббат шалом.